Депутат Эмили Меджлиса, руководитель азербайджанской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ, председатель общего комитета организации по вопросам экономики, науки, технологий, окружающей среды, председатель группы «Шелково пути» парламентской ассамблее ОБСЕ Азай Гулеев, а также член делегации Турал Генжелеев находится в Турции для участия в международной конференции на тему укрепления координации для обеспечения энергетической и продовольственной безопасности в период кризиса. Работу конференции отслеживает собственный корреспондент СИБСЕ в Турции Турал Асадов. Он поделится с нами подробностями. Турал, здравствуй, расскажи, пожалуйста, началась ли конференция? Добрый день. Да, конференция продолжает свою работу и первое заседание уже завершилось, в рамках которого выступили как наш представитель Азай Гулеев, так и другие участники конференции. И была подчеркнута важность деятельности группы «Шелкового пути» парламентской ассамблеи ОБСЕ в последнее время, когда в мире происходит разного вида катаклизмы, в частности, кризисы энергетический и продовольственный. Эти две темы являются сегодня главными, важнейшими для обсуждения участников конференции, и они пытаются обсуждать эти вопросы и найти ответы на некоторые из них, и подчеркивают важность укрепления сотрудничества в этом плане, так как война в Украине стала причиной все новых энергетических и продовольственных кризисов. И в этом плане была подчеркнута важность также открытия, помимо зернового коридора для Украины, также и поставок российского зерна и удобрений из России в разные страны мира на мировые рынки, что поможет убрать последствия этого кризиса. В частности, представитель Азербайджана Азай Гулиев также коснулся вопроса и энергетической безопасности. Действительно, то, что эта конференция сегодня проходит в Стамбуле, очень знаковые события, потому что Азербайджан и Турция совместно реализуют очень важные, наиважнейшие, я бы сказал, проекты для обеспечения энергетической безопасности Европы. И в этом плане Азай Гулиев также отметил эти моменты, заявив о том, что, напомнив, вернее, участникам, о том, что 18 июля 2022 года в Баку был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере газа между Азербайджаном и Европейским Союзом и недавние события открытия интерконнектора Греции и Болгарии, эти два фактора являются крайне важными в вопросе обеспечения энергобезопасности Европы. И в этом плане Азербайджан и Турция действительно находятся в эпицентре, скажем, событий. И в этом плане предусматривается наращивание сотрудничества. Так он заявил, что в скором времени поставки азербайджанского газа в Юго-Восточную Европу составит в целом 20 миллиардов кубометров газа в год. Кроме того, здесь была отмечена важность транспортных коридоров, и в частности открытие Зангизурского коридора. Господин Гулиев коснулся этого вопроса, говоря о том, что этот коридор будет важнейшей артерией и частью серединного коридора, который связывает Запад с Востоком, большое количество стран от Китая до самой Европы. И в этом плане наращивание сотрудничества является наиважнейшим фактором для того, чтобы не столкнуться со все новыми проблемами и кризисами в этой сфере. На этом у меня пока все. Конференция продолжает свою работу. Будем дальше информировать наших зрителей о том, как продолжается работа конференции. А пока что я передаю слово вам, студия. Спасибо, Турал. Будем ждать от тебя новостей. Я напомню, мой коллега, собственный корреспондент CBC в Турции Турал Асадов рассказал о работе международной конференции на тему укрепления координации для обеспечения энергетической и продовольственной безопасности в период кризиса, который продолжает свою работу в Турции. Продолжение следует...